У нас сегодня приятная встреча под пение птиц с Катей. Это я пою. Это я пою. Катя вышивает. Вот этот вот шикарный, просто шикарный. Сэмплер? Ты вот так вот в сравнении делаешь. Я покажу, как он выглядит. Обалдеть. Ну тебя можно завернуть пол. Обалдеть вообще. И ты прям с краю вышиваешь. Реально ты посчитала, что он такой. Я посчитала. Знаешь, как я считаю? Я не как умный человек половину делаю. А я вот прям отсюда линейку поставила сюда. И вот поставила точку, и я сюда вышиваю. Понятно. А я взяла вот этот процесс, но так как у меня здесь нужно надпись вышить, потому что мне что-то не очень хочется. А в машине у меня вот эта малявочка. Мне кажется, сейчас идеально просто ее повышивать. Так что у нас приятная атмосфера. У нас солнышко, правда, предательское. Подводит. Немножко ярко, но мы... У нас это... Кателок закипел. Вообще жарко. Я тоже такая черную футболку с боротой одела, и сел бы теперь. В следующий раз собираемся в шортах. Это было кэк записать на улице, не подумали, кстати. У тебя есть телефон, можно найти сейчас, так? Да. И записать что-нибудь. Кажется, классно, когда птички поют на улице. Красота. Будний день. Работа кипит. Работа кипит. Ну, жарко нам не платят за это. Катя, между прочим, поработала с утра, а я вот бездельница. Целиком и полностью. Не, на самом деле, я вчера очень много этого чая паковала. Вот ярмарка же будет 13-го. И я сейчас готовлю, плакую. А еще вот эти, ну, коробочки, которые я тебе давала, да, они же с бантиком. Каждый завяжи. Ну, просто время много. Это да, я тоже это заметила. Вот. Твоя коробочка – это отдельное удовольствие, реально. У меня все должно быть красивенькое, эстетично. Ну, как ты планируешь вышить этот дизайн свой вчера с высотки? За неделю. Серьезно? Так быстро? Ну, и до этого за неделю вышивала. А, ну, это очень быстро. Ну, может, за две, потому что подготовка к ярмарке. Ну, тут много, так смотри, дом такой. На самом деле, там одним цветом зашивка, поэтому там не так, чтобы много. Нужно просто собраться. Я обычно перед тем, как оставлять эту работу, вышивала вот эту надпись и откладывала. То есть, когда я брала работу, то мне нужно было сразу с крестиков начинать. А здесь получилось, что я почему-то ее не вышила и отложила. И сейчас начинать с этой надписи прям... Какая цвета надпись? Черная? Нет, она фиолетовая, красивая. Ну, хоть и это радует. Главное, что не белая. Белый, бэкстич, белая, что-то это прям... Не, на этих чарах все-таки у меня есть одна работа, я бы еще несколько вышила бы. Потом, знаешь, такие старые Magic Cottage, что это называется? Magic Summer. Красивые. Ну, у него вообще классные разработки, причем я их раньше вообще не понимала. Так, а что это? А потом ничего такая... Мне кажется, они легко вышиваются. Потому что логично, когда там все так, да, построено? У него очень, да. Я тебе говорю, одни цветовые пятна, что тут дом, вот все практически. Тут чуть-чуть крестики. Крыша вся одни цвета. А я забыла, а вот эти треугольнички, точнее, эти звездочки, это что там, пуговички? Там просто пуговицы розовые были. Прямо реально обычная пуговица одежная. Можно и без нее, да? Ну, я это вообще, да, не вышивала. Я и края не вышивала, и вот эти всякие элементы тоже пропустила. Я, кстати, сейчас о чем подумала. Я после этой работы думаю... Я ее в планы не ставила, но потом пожалела, что я ее не поставила. У меня есть схема от Дима с индианкой. Крылья бабочки, я ее просто... А будешь вышивать? А давай вступай в СП. Вот, я хотела спросить у Тани же. Да, СП. Я не смотрела просто видео, ты мне в прошлый раз сказала. Можно вступить, и будет длиться год. А я хотела сегодня начать, но потом думаю, у меня надо завершить этот листочек, и я начну. Целый год можно по чуть-чуть ее вышивать. Я просто подумала, может, там только лавандер англэйс? Нет? Я не видела, видела. Я не знаю, где там будут лавандер англэйс. Понятно. Вот. Вот, так что я тоже к Тане... Там 15 человек вроде всего, и там ненапряжно, можешь отчитываться, когда хочешь, по раз в месяц. А я еще даже не вступила, и потом... В общем, так я уеду, я с собой ее брать не буду, приеду, и потом... Ну, в течение года, да, получается? Да, до марта следующего. Слушай, надо этот самый... Конечно. Тане надо написать, да? Мне я тебе скину телегу, и ты просто вступишь, и скажешь привет, я начинаю этот процесс, и все. И потом тебе скажешь, привет, Таня, привет! Это как клуб анонимных вышивальщиков, да? Ты мне, кстати, клуб этих анонимных читателей, чтецов... Точно, не скинула. Скинь мне, пожалуйста, да. Я с первые два дня еще этот самый думал, а потом забыла уже сама про это. Я забыла, я тебе скину. Раз, два, три, четыре, пять. Так что у нас анонимные вышивальщицы. Что вообще название, канал анонимные вышивальщицы. Да, ну там двое надо сразу сидеть. А то если ты сам с собой будешь сидеть, кто-нибудь подумает, что это неладно. Солнце жарит, кстати. Вообще. Не думала, что прям жарко будет. Это отличная идея, что у тебя есть бейсболка. А ты не хочешь обернуться чем-нибудь на голову? Тканью какой-нибудь. Не, ну я, кстати, нормально. Нормально, я просто печу эту голову. Хотя, может, нормально, а то волосы выгорят. Диана у меня тоже хочет выгореть очень сильно. Проблема. Какое-то ей нужно еще купить средство, которое помогает больше выгорать. Я такая, что? У тебя такое есть? Да, типа пшикаешь, и волосы еще быстрее выгорают. Я думаю, ну они же портятся. Нет. Очень ломки становятся. Ей все нормально сейчас. Ну, конечно, когда у тебя 13 с половиной лет, тебе вообще все. Да, но я с ПФом для волос мажу специальный, типа крема, который когда-нибудь на улицу, он тебя от лучей защищает. Я ничего. Но мне не помогает. Ну, видишь, у тебя темные волосы, у меня очень хрупкие, и они у меня обработаны в этом, блин, в чем подряд, короче, химка всякая разная, поэтому надо защищать. Сейчас солома осталась, надо их постричь, это вообще моя боль. Каждый год стрягу погрудь, а потом они до пояса вырастают. Я хочу выучиться уже. Кого? Ты передумала? Да. Я хочу вышивать, я хочу сидеть, вышивать на стол. Нафиг учиться, да, вот эти лишние демороки. Я вообще сегодня сидела и думала, я так не хочу работать, я хочу, чтобы моя работа приносила мне удовольствие. Хочу быть Николой Парк. Типа, хочу делать тоже. Она же сама схемы не делает. Они же продаются же реально, сэмплеры, я же видела на этом самом старинном. Там стоит 200-300 долларов купить и перенабрать. Я купила несколько красивых. Я в один даже в аукционе участвовала. На ebay? На ebay. Там женщина была с ребенком и на пони был какой-то такой, ну он более современный, может быть, не такой примитивный. Ну капец, он был красивый. И я до 150 долларов поучаствовала, а потом кто-то перебил. А я смотрю одну девушку на канале, на эти скину, Giant Rose Middle Art, она просто вышивальщица. Она вышивала, вела свой канал, и она купила один сэмплер и начала делать репродукции сама. Ну и как, надо сказать, короче, да. Для себя или на продажу? На продажу, конечно же. И сейчас она довольно-таки популярная, и вот она постоянно покупает и вышивает. Но она сама отшивает. И очень красиво получается. У меня есть схемка от нее, я хочу еще одну купить. Просто супер. Ксихто принести, показать, но не принесла. Это будет мой следующий старт с индианки. Вот. Месяц стартов. А что сейчас все хочется потрогать, повышевать? Не знаю, я хочу теперь все завершить уже. Серьезно? Такой год под эгидой, что я один беру новый процесс, один завершаю, один новый, один завершаю. А ты брала на дошив, когда чужие работы? На дошив нет, я вот вышивала на заказ. Да, на заказ вышивала. Феечку я вышивала и для Софии сапог я, Альдима, вышивала. Для Софии сапог? Да. Серьезно? Мы тогда вместе учились и... А она что не вышивала? Темпы Софии ты приблизительно понимаешь, а ей нужно было побыстрее, и я вышивала сапог. Вот. Но это классный был опыт, мы тогда учились вместе, английский, и я не работала, и ничем не занималась. Я такая, о, дополнительный, хоть какой-то заработок. Я такая, да, давай. Прикольно. Сейчас бы взяла на очистки деньги что-нибудь. За бешеные только. Ну а еще все, как-то красивые. Нет. Жалко потом расставаться с ним? Не то, чтобы жалко расставаться, времени жалко. Потому что, с одной стороны, я смотрю на свои работы уже вышиты и думаю, блин, ну куда их столько, ну куда, ну не нужны, да? И как бы вышить кому-то, это классно, да? Ты получил удовольствие, и работа, она как бы отчалила. В другом месте висит. А, ну есть все равно, что, мое же, родное. Казалось бы, оно и бесит, что оно лежит, но в то же время... Иногда возвращаешься и думаешь, а я так красиво. Да. Стальбом листаешь. Коробку достаешь у меня, да? И там начинаешь смотреть, думаешь, ё-моё, и такое в моей жизни было, и такое. Я все-таки очень, да, такая... Ну, у меня реально сюжеты все... Нету какого-то четкого плана. Мне тоже. Все подряд. Мне все разношерстные, очень. Тут тебе иконы, тут тебе и, я не знаю, блин, вороны с черепами. То есть вообще... Ну, если мне нравится и одно, и другое. Ну, вот как? Спасибо, вертолет. А ты бы вышила? Я думала про это, наверное. Раньше бы, остальные, сейчас бы, да. Но если только то, что мне очень нравится. То есть я бы не вышивала, например, Dimensions. Ну, сейчас, в данный момент, я не увлекаюсь. Про всем, кто мне такой дали, бы сказать, на-ка, тебе 5 тысяч долларов. Я бы сказала, ну, давай. Ну, да, я говорю, зависит, конечно, от суммы. За, не знаю, 100-200 долларов. Нет, это вообще того не стоит. Нет, нет, еще раз нет. Блин, даже пойдешь на обычную работу поработать, да, сколько там. Минимально даже, 5 часов работы, да, вот они у тебя 100 долларов. Ну, если 20 в час считать, такое минимум. Смотри, вот это к нам никакой не надо. Разболтались. Мы сами себе находим тему для разговоров. А помнишь, у тебя была такая идея фикс, сэмплер, который ты книжку купила, сделать? Да, была. Мне кажется, он тоже был просто вау-вау. Ну, там же авторские права, они же читают, это если только для себя его сделать. Надо поехать в Слипстор и посмотреть там какие-нибудь, бывает, знаешь, старые, там птички, например, такие вот небольшие. Миддлпойнт их можно переделать в крестик купить, они там долларов 30 могут стоить, 20. Такие работы. Не знаю. Вот интересно, правда, в книжке напечатанной, да, это чьи права? Издательство уже или чьи? Мне кажется, человеку, которому принадлежат эти работы. Производство попросило, например, да, там. Ну, то есть, если они в музее, там, понятно, да, там прям написано же где-то, что они висят там-то-там-то, да? То есть, можно связаться с музеем, попросить у них право на издание, да? Наверное. Там же вообще есть какой-то срок действия вообще этого самого? Авторство? Не знаю. Сложная тема, надо разбираться, поэтому... Лучше купить, наверное, лучше просто купить и сделать репродукцию, понимая. Ты хочешь какой-нибудь старый Семпфер себе купить? Я бы именно вот с учетом того, что сделать репродукцию, да, я бы купила, потому что, ну, я же не зря в этом аукционе участвовала. Я прям залезла, мне понравилась работа, и я бы купила. Мне кажется, это, ну, классная идея. А то, что, как много говорят, рухли дома какую-то старинную, с плохой энергетикой или еще что-то? Там он, я покупала, блин, с этого, с вышитой работы уже всякие. Если она мне нравится, то вообще мне пофигу. Энергетика в доме не испортилась? Нет. С моей энергетикой пусть другая попробует поспорить. Тут, знаешь, такой этот... Возможно... Ну, знаешь, как говорят, там, зеркала, еще что-то. Вот, может быть, какие-то зеркала бы я домой бы и не тащила, потому что я довольно суеверный человек. Но в плане вышивки, тряпочка, ну, что она там, вышивала, плакала над этой тряпочкой. А я буду сидеть и радоваться того, что она у меня есть и ей чего. А я тебе рассказывала, что я на YouTube как-то собрала одно видео про сэмплеры, да? Ну, именно про... Там, в общем, была не то, что даже аукцион, а какая-то вот такая ярбарка, и люди приносили свои сэмплеры, которые у них есть дома. Как бы именно это семейные сэмплеры были. Не рассказывала? Нет. Там вообще было две женщины, вот одна, как бы, знала историю всей своей семьи, да, там, до какого-то там коленя, и, как бы, она хранила сэмплером, он был довольно-таки такой простенький, ничего интересного. А второй сэмплер был просто суперклассный. И вот мужчина тоже ходил, спрашивал, так, подказал каждому экспонату, и спрашивал, а у вас что, а у вас что, там, расскажите. Ну, там был не только сэмплером, это он увлекался сэмплером. Вот одна женщина рассказывала, что вот этот сэмплер у нее огромный, висел в доме у нее, там, у бабушки, прабабушки, бла-бла-бла. Да, и, как бы, но там информации было довольно-таки мало по нему, и, ну, как бы, висит и висит, и что, как бы. Вот, она знала, кто-то вышивал, но не придавало значения. А потом, как-то, то ли ребенок, то ли что, в общем, как-то его тут задел, и оно упало, оно, хану упал, интеллект упал у меня. Сэмплер упал, и стекло разбилось. И сзади, сэмплера, был конверт, и какое-то было письмо, и там была написана, как бы, вся история этой девочки, которая вышивала про свою жизнь. И вот, и это-то письмо, она, как бы, тоже показала, там, в рамочке стоит запечатанное. И вот так вот я узнала, что у нас есть такой семейный сэмплер, и вышивала его, там, та-та, тетенька, да, пра-пра-пра, в каком-то возрасте, где-то там-то. Так, при оформлении надо туда записать, что-то, да. Я такая, обалдеть, как это круто. Прикинь, так найти работу, кто вышивал с твоего рода кто-то, и еще таким вот образом, да, оставил тебе. Блин, это круто. Вот сейчас мы цифровой след оставляем. А ну, как бы, там, инсту нашла, открою, вот так все есть. И то, опять же, до порыва времени вырабят нам интернет еще, и нету цифрового следа никакого. А, кстати, есть такие специальные, помню, Кати Берек, карточки, очень красивые, вот в таком вот стемплерном стиле, ты можешь написать, что хочешь, и когда будешь оформлять, сзади приложить, и, ну, как бы, тем самым. Не, ну, на самом деле, это, мне кажется, нужно каждому такую прикладывать, потому что, когда нету этой бумажки, ты такой, блин, надо. Ну, я, допустим, очень ленивая, да, чтобы там что-то сделать, написать еще что-то. А когда у тебя есть уже заготовленная бумажка, то почему бы не написать пару слов каких-то, да, когда вышито, не знаю, с каким посылом вышивалась хотя бы, да, и все оставить. Потому что я, допустим, даже свои работы, которые вышивала 300 лет назад, ну, я не со всеми работами помню, какие у меня были чувства, эмоции, да, еще что-то. Или когда ты вообще вышивала, даже когда. Смотри, а ты бы, ты вообще ставишь дату? Я не помню, где есть такое? Нет, очень редко. Только сэмплер, наверное, который из журнала я вышивала, я там написала свое имя и дату. Это я помню, который с цветочками такой. Да. И, ну, может быть, еще, но я, честно говоря, не помню. Интересно. Я, кстати, вчера в этой группе, про которую мы с тобой поговорили, увидела, Наташа выложила эту Элис. Да. Нет, работу Элис. Да, и она там написала свои инициалы, да, и год, да, когда вышивала, она заменила. А как ты относишься? Хорошо к заменам? Я вообще это делаю каждого человека, потому что иногда мне не хочется менять, а иногда я такая, блин, я хочу поменять, я хочу сделать что-то свое. Есть это такой вопрос. Аня, а если не сэмплеры, вот есть какие-то дизайны, которые у тебя в голове всплывают, то ты бы и хотела бы вышить. Я сейчас сижу и думаю, какие у меня есть, ну, какой-нибудь там старенький, вроде, Димэн, Шинсланат, который не прямо сейчас, да, вот, дай тебе, но хочется вышить все равно. Не, ну, я хочу очень икону АТЭй закончить, которую у меня начата. Есть какой-то ИСП, ты знаешь? Я знаю, да, и от этого ИСП я нашла вот эту женщину, которая для набора я купила. То есть, ну, есть перенабор, который непроверенный. Но судя по тому, что там уже отшили работы, то, наверное, он уже проверенный. Я надеюсь. Вот. И еще что? Из того, что есть. Ну, я хочу вот эту вот инь, да, с бабочками. Она, знаешь, она вот меня прямо олицетворяет в плане того, что вот я говорю, я где-то внутренне, я даже в видео в каком-то рассказывала, что у меня был такой период, когда я там не то, что в Зене сидела, но у меня было реально такое состояние, что я вот все такое житейское, это года четыре назад было, такое прошла. А потом меня просто на землю опустили, и я назад не могу вернуться в это состояние, хотя оно было самое охрененное. А ты медитировала, кстати? Очень мало. Ну, вот дети орали, дети все время, ну, то есть это было редкое исключение, когда я медитировала. И вот один раз я поймала себе на мысли, что я вот в медитации, что я отлетела, и я летела бабочкой в космосе. Вот ты представляешь, ну, ты сидишь, и ты как будто вот бабочка, ну, сейчас вы ее покрутите у виска, и я с вами соглашусь, потому что... Ночная бабочка, она тоже виновата, это совсем не стоит. Как тебе ведут? Ну, вот, прикинь, вот было такое состояние, и вот эту работу, когда я вижу, у меня именно вот с этим воспоминание, да, с ассоциацией, мне очень хочется ее вышить. А у меня такая же индианка, к которой я хочу вступить. Вот я на нее смотрю, и думаю, это же я, такая же, ну, знаешь, у меня мама говорит, что я так цыган, все время приезжаю с места на место, то там, то сям, потому что нет мне покоя, и я почему-то смотрю, и вот там и лес, а я так люблю природу сама, и я вот смотрю и думаю, блин, ну, это же реально я. У меня еще дома всегда ловят снов вписи на гамаке. Красавчик. Надо вышить. Надо. Таня классное эспо сделала, как раз осуществить свои мечты. Были бы много рук, чтобы туда вступить, чтобы все можно было повышевать. Ну, надо как-то запланировать. Да. Еще хотела тебе сказать, что это забыли. А, вот у меня, знаешь, где есть сюжет, который я срежу два года, сейчас я никак его не могу вышить. Это, в общем, французский дизайн, я потом тебе покажу. С гортензией. Я так люблю гортензию. Ты не видела, по-любому. Я один раз его видела, и я влюбилась. Я потом тебе покажу. Он такой красивый, он маленький, он из журнала. И там просто домик, море, ну, либо океан, и гортензии. Ой, как это красиво. Я потом тебе покажу. Мне вот так, если приходит, мне очень понравилась твоя вот эта вот работа, ну, которая еще у тебя в планах, Ланарта, которая выкачает. О, я хочу в этом году его добычить. Это капец, какой он классный. Я, кстати, взяла подарок очень, да? Вот он прям классный, очень. Я себе отложила коробку с наборами, чтобы в скором времени вычивать. Я его туда положила. Но коробка переформировалась. Коробка, теперь она там, эта коробка называется дом. Теперь она там много всего лежит, но я много чего хотела. Я нет. У меня вот я как в Новый год планы построила, сложилась в одну коробочку, и если я что-то завершаю, я заложу туда в коробку, уже не иду в свой комод в шкафу. Коробочка поближе. Но опять же, вот индианку хочу выше. А там ниточки DMC, да? Да. Собрала их уже, нет? Нет, но я думаю, у меня DMC-то дофигища. А основа какая у тебя будет? Слушай, там красивая основа своя, и у меня даже есть Аида. Там Аида. И у меня есть этот цвет. И он капец какой красивый. Просто нереально красивый. И такой замены цвета нету. Ну вот просто не существует. И зашивка там практически полная. Я вот думаю. Хотя, может, не полная. Что я ошибаюсь. Но я как-то смотрела, что там немного. Короче, я думаю, либо на оригинальной Аиде вышивать, потому что она красивая, либо попробовать что-то покрасить, в этот цвет приблизительно хотя бы. Потому что все голубые цвета, которые существуют в линейке, ну, по крайней мере, Цвайгарта и Пермина, они все не те. Они прям вот голубые-голубые. Раньше у Цвайгарта, по-моему, был цвет baby blue, наверное, как-то так. Baby blue, да, такой был. И вот он ближе, наверное, подходит. Он такой. Ну, нету такого цвета. Так же, ты знаешь, где он есть? Я смотрела, еще там давно в этом. ABC. Ну, там все есть. Там есть все. Ой, на сайте. Да. Хорошо, что я не заказала. Ты можешь попробовать, да? Ну, а что они мне будут? Я осыглась. Осыглась я. Либо я их буду доставать потом, где мой заказ. Либо они там будут высылать по одной штучке. Нафиг мне надо. Но они хотя бы деньги не снимают, пока тебе ничего не прислали. То есть ты можешь, если они что-нибудь пришлют, тебе ты можешь написать, где моя там часть... А, что-то прикол, когда они тебе присылают часть заказа, они тебе не пишут, что они тебе прислали. То есть ты должна гадать. А что там было, да? Из 10 айтемов, что тебе положили, да, что у тебя там было. Вот вообще, конечно. И деньги каждый раз снимают. Кросто швидеть. Вон 1-2-3-стич мне прислал все нитки, клей, там что-то еще. А вот этого набора не было, что типа они дошли, только они его бесплатно дослали. Какие хорошие люди. У них и так доставка 3,50 стоит. Я вообще не знаю, как так они... Я не знаю, даже на пират, да, там сколько, наверное, 4,50. И его тоже 3,50 она стоит. Как они... У них, наверное, такая договоренность есть? Ну, с каким-нибудь этим, дропшипингом, куда они все свозят. Потом одной партией. Ну, потому что если маленькую, без дюлю отправлять. Кстати, напишите, кто в Европе получает заказы с 1-2-3-стич? Он прям приходит персонально от 1-2-3-стич? Прямо отдельным, да? Я думаю, да. Ну, это капец. Камень беру. Надеюсь, я подзагорю. Да. Ну, как я хотела шорт одеть? Я уже красная. Хотела шорт одеть, но не взяла. В следующий раз надо собираться в шорт. Сколько? У меня одна рука тоже загорела, вторая такая. Это холодная. Причем рука загорает, та, которая еще и за рулем постоянно загорает. У меня уже тут. Загар водителя. Дальнобойщика. Я просто мать, которая возит постоянно детей в школу. Я же мать. Я же мать, которая бросила детей, кстати. Они сейчас взрослые уже. И сижу на телефон, видео снимаю. Ну, там никто не писал. Знаете, все нормально. Все живы и здоровы. Я надеюсь, третий дурки в ухе не будет. Дурки не будет. Очень красиво. Он яркий, да? Очень красный. А я видела его от Шритов. У Мириэльки. Я такая тоже блогер. Очень классная девчонка. У нее вышло видео. Она очень много, очень много милов всего вышла. Она такой же зайчик, как я, кстати, вышла. Сто лет назад. И у нее, мне кажется, есть все раритетные. В лучшей коллекции нигде я не видела. И вот она тоже вышла, но я еще видео у нее в трех средствах сегодня посмотрю. Ну вот. И я пока в процессе. Очень классно. Ну, видишь, он же у меня в машине, да, валялся, болтался. Поэтому удобно. Выше из него могли сделать? На подвесочку. У меня нету. Ну, у меня один магний только вот. А, кстати! Хорошая идея, да? На какие-нибудь яркие работы. Интересно, большой получится, нет? И сделать, как этот магний. Надо подумать. Сейчас покажу, о чем мы говорим. А то я твоя смыль. Вот так. А вот такой. Это тоже Милхилл. И я его оформила в магнит. Очень красивый. У меня такой тоже есть. Ну, мне кажется, у меня другое сердечко. Это магнитик там под этим, да? Вот он, да. А фетр где взяла, купила? На Хоби Лоби? Я взяла на работе. Потому что у нас класс шитья есть. Я говорю, дай мне вот такой вот маленький кусочек. И она мне дала, чтобы не покупать. А так вот это самое. В Хоби Лоби много фетра продается. Спасибо. На нас так все смотрят. Сидим. Вышиваем бабусечки. Молодые. Бабы. Ну, и что делать, если тебе нравится вышивать? Блин, ну это кайф. Так сидеть по вышиванию, это просто... Обалдеть. Шум океана, птички поют. Просто красота. Я уже два раза тут, по-моему, ошибусь. А может нет. Да? Тебе уже распорвать надо? Много болтаний? Я уже распорола потом. Я две раз тебе уже говорила, с кем-то вышиваю. Сижу. У меня такой же опыт, на самом деле. У тебя вот тут угром так на пяльцах, да? Вообще, я всегда вот так пяльцы держу, да? Но они тяжелые, и мне болит рука. Уже отбаливается. Вот поэтому я на живот такой положу ищу. Но вот с этими неудобно болит. А с пластиками, наверное, очень удобно. У тебя же есть вот такой станок. Чего ты не этот самый? Есть такой. Ну, я просто не понимаю, мне кажется, это не очень удобно. Да почему? Ну, вот же он стоит и двумя руками шуруешь. Так, у нас будет вторая серия, где я принесу станок, и будем с боем на станках вышивать. А я не умею двумя вышивать. Ну, надо научиться срочно. Смотри, как я вышиваю. Подержи, как я там у нас. Попробуй. Так, это одна рука должна быть здесь. И еще раз, например, я закусывать надо. Вылетела не только. Ну, все, мы здесь надолго. Или вот эта рука снизу. Какая удобнее. Видишь, я не понимаю, как руки класть. Это дело привычки же. Видишь, так не очень удобно долго. Ну, не знаю. Смотри. Ну, это потому что ты не пробовала. Поэтому так получается. Плюс я все равно трясу руками. Нету. Фиксации полной. Мне, наоборот, непривычно вот это сидеть туда-сюда, 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 туда-сюда. Ну, это, ну, гораздо нет. Хотя на сэмплерах мелких каких-нибудь, ну, вот когда сороковой, сорок шестой, там, конечно, двумя руками особо не этот самый. На сорок шестом очень тяжело, потому что очень близко переплетение нити. И ты реально не всегда можешь попасть туда, куда тебе надо. Это напрягает. А ты продвинулась в этом сэмплере, кстати, за недельку? В Элис я практически верхнюю уже вот сегодня повышеваю. И у меня верхняя полоска листика будет закончена уже. Я хотела отложить, повышевать вот эту. Но думаю, пока у меня азарт такой пошел, то я, наверное, продолжу вниз в какую-нибудь из сторон. А после, когда ты закончишь, я так понимаю, уже скоро, что ты будешь найти вышивать, Элис закончишь? А в Милхилл. Милхилл, Элис. Слушай, я вчера в какое-то видео попала. Вообще не знаю, в какое, не знаю кто. И там увидела эту работу в запасах у кого-то. Эту, как Милхилл. И там, нет, 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 это Summer Cottage. А, конечно. И девочки, там две девочки были. И они такие, блин, ну ты же видела отшив типа на голубом? Да, я, говорит, буду на голубом вышивать. И я буду. Я вчера, как придурок, вечером перед сном. Давай листать Инстаграм, не знаю, гуглить. Я не нашла отшива на голубом. Ты видела на голубом? Видела. И он красивый? В ВКонтакте в группе Милхилл. Для меня там нет. Я тебе эту группу... У тебя есть контакт, кстати? Да. У тебя есть кино. Вот. Очень красиво. Красиво? Да. Может голубой все-таки взяли? Но я хочу вышивать на таком, который мы выбрали. Так вот я уже шла практически резать вчера вечером и увидела это видео. А птичек своих, вот этих, которые большой сэмплер? Это после Елис. Это после Елис следующий сэмплер. А когда этот день закончишь, будешь начинать? Надо у тебя обязательно день в ротации? Не-не-не, не обязательно, но вот этот хочу начать. Но я не знаю, когда. Индианку эту. Просто я даже перед этим, скорее всего, наверное, сначала Милхилл выйду. Выйду. Вышью. С речью вообще беда. Вышью Милхилл, потому что, ну, мне кажется, он такой более отдыхалочный. Это бисер, что-то такое, поразвлекаться после сэмплера. Ну, конечно, конечно, он не маленький такой там. Ну, знаешь, после сэмплера какие-нибудь бисерюречки, фигуречки, вот такое хочется. А потом уже вот этот. И после этого, скорее всего, я возьму индианку. И еще у меня лежит, и значит их, летний сэмплер от Maternath Road, который я тоже очень хочу за агбон закончить, потому что он крутой. Но там вот нитки в сравнении, знаешь, такой контраст. 46-й и в одной ниточку с водольджи, и там 28-й. И вот такая просто нитка, блин, которую нужно продергивать. Как канат. Вообще, ну, она реально огромная. Но своего рода тоже в этом есть какое-то такое удовольствие. Очень необычно смотрится. Очень прикольно. Смотри, хорошо телефон поставили, да? Думаю, это держится на чай. На попить, да, я попить уже тоже хотела. Не, ну, кстати, можно. Не, давай, что-то потом попить. Уже полчаса уже, это отдельное видео прям можно будет выложить. Надо сейчас придумать такое. Можете делаем формат влогов таких, чтобы будем собираться раз в неделю. Одно видео у тебя, одно у меня, одно у тебя у меня. У нас разные, чтобы было прикольно смотреть. Не, разные. Каждую неделю. Ну, допустим, сейчас у меня, да, допустим, выйдет. А следующую неделю мы для тебя запишем такое. Можно просто швали посиделки назвать. Все. Вообще офигенно. И тебе посмотри, что мы за неделю вышли поболтать. Да, и вы можете написать под этим видео нам вопросики, какие вас интересуют. Это будет тоже, ну, прикольно, да, подвижа. Потому что такой формат не видел ни у кого. Я сейчас не знаю, зайдет он или нет, да. Мы еще фоны выберем какие-нибудь красивые. Да, здесь у тебя классные. Красота. Здесь очень тихо просто. Компетры упали. Не двигайся. Которые растаяли. Немаленько, я кристу, храню в темноте, подъезд потом. Ну, тут черный шоколад. Не так вредно. Да. А тут вот очень вредно. Но мы с вами болтаем. Да, а потом попробуем. Все. Давай подумаем, какие сэмплеры мы хотим вышить пополам. Да, кстати, вот мы хотим сейчас... На свидетельстве. Ну, это надо подумать по твоему вишлисту, потому что... Не по твоему. У нас надо... У меня нету вишлиста. У меня тоже особо, но я в голове держу, что мне хочется. Смотри. Ты просто более насмотренная у меня там. Мне очень нравится. Нет, ну, с работы мне звонить точно не надо. Лена, до свидания. На сегодня я сегодня отдыхаю. Это бывшие работы мне звонят. Они мне до сих пор рассказывают всякие разные сплетни, которые я уже такая... Я специально уволилась уже от этого, потому что там стала атмосфера очень... Двуличная, очень двуличная, а я ненавижу это. Если уж напрямую, так напрямую. И я не смогла, и поэтому я сказала, до свидания, ребята, живите со своим говном сами. Жалко, очень жалко работа. Хорошая работа сама по себе. Я сейчас смотрю, что мне по работе надо делать. Ну, вроде не так много. Да я вот мимо прошла, и не вышло один крестик. Надо вернуться. А если... Давай, по сэмплеру. Смотри, я очень сильно хочу вышить тот, который с ракушки, с попугайами. Какой? Покажи мне его, пожалуйста. О, это просто божественно. Но он вышибается, но вот темноватого линия я хочу покрасить, очень важно там, да, купить круголем, потому что лексия длины вообще нигде не найти. Сейчас тебе найду. Боже, ну какой же он красивый, Аня. Начинаем красить ткани. Раз их не найти, будем красить ткани. Да си. Я не только называю, сейчас я тебе покажу. У меня нет защитности какой-то есть. Есть. Тоненькая такая вообще. Вообще я никогда не нашла, это моя первая в жизни защита. Я вот купила телефон, первый подъездом за один день, потому что сейчас улетала в Россию. И я приехала, у меня подружка работает в ЛНТС, когда я симку покупала. Скажите, у меня нет защиты? Я говорю, нет, нету. И она сказала мне, давай наклею. Я говорю, давай. Она мне наклеила. Так, ну смотри, я хочу точно высчитать, я буду говорить, потому что потом картинки вставлять. Элизабет Вестерн. У меня есть эта схема, но он громаден, он настолько громаден, что вот эта ткань, которая побольше, чем вот эта. А кстати, по цвету похож вот на эту, да? Он розовый, все розовое здесь. Надо было не схему перенести. Так, очень сильно из больших, да? Так, вот это я хочу, чтобы у нас схема нет, но я хочу его выжить. Я тебе пришлю, как он выглядит. Это он мутный. А, вот. Я вам покажу, как он выглядит, ты обалдишь. Он красивый. Птички. Короче, вот где птички, там мне уже нравится. Сара Ринтер. Та была Ализабет Вестерн розовенькая. Сейчас я тебе покажу попугаев, о котором я тебе говорю. Вот, вот это я хочу выжить. Это мне вообще не нравится. Ты серьезно? Никак, да. Мне не нравится вот этот, ты видела? Ну, мне его странным кажется. Как? Ну, у меня он будет вышиваться, и ты посмотришь. Значит, я сама не таки покупаю. Понял? Посмотри, какой здесь домик с мельничкой. Мне вот эта вот фигура вообще не нравится. А эта как будто она за шкирку. Ну, у меня какие-то такие, знаешь, первые впечатления. Не сильно приятные. Так, вот такой у меня есть вышки. Да, классно. А тебе есть схема? У меня, кстати, уже нет. Я тебе дала бы, но куда-то выбросила. Так, моя вот идея фикс. Вот, кстати, мне тоже нравится. Он красивый. Он непонятный, но красивый, но как бы так себе. Вот это я хочу вышить. Это, да, это вот я его же хотела, а потом ты говоришь, выше Элис. Я такая посмотрела на Элис реально. Здесь много цветов надо использовать. Здесь две сестры просто мне сказала. А я-то их рассчитывала, что это мальчик сделаешь. Ты прическу не сделаешь. Это Анна Тенч. Это дом мне нравится. Дом тоже шкар. Именно на ткани пятнистая, красивая. И Элис красотка. Ну, где же мой попугай? Вот это я очень хочу вышить. Классно. Сто процентов буду вышивать. Вот это хочу вышить. Я сейчас говорю, просто все хочу вышить. Там непонятно, но в общем, миллион всего ищу попугая. Там, где большой попугай, ракушки. Ай, ну как так-то? Чего его нету здесь? Не знаю. Нету, все, закончилось. А вот это тебе нравится большой, который себе вышивала? Он мне нравится, но вышивать я что-то не готова. Вот это мне нравится. Нравится с сердечками популярно? У меня есть такая схема. Есть все, но этого нет. А вот это мне нравится. Вот этот нравится. Очень нравится. Знаете, я тоже хотела вышить остатками с вот этого. У меня есть схема. Прикольно. Вот этот классный. Так, можно мне... Вот этот, кстати, он огромный. Громадина. Вот. Вот это. Французский такой, там где два котика мы смотрим сейчас. Вот. Вот такой, видишь, она вот мой любимый, где за шкирку она несет. Ну, реально за шкирку же несет. А с Улей посередине тебе нравится большой? Нет, но с Улей мне не нравится. Он какой-то громоздкий. Вот. Я нашла. Называется Сара Донс. Все. Все, теперь поняла. Боже. И ты будешь вот это вот все вот это вот вышивать. Ну, я не знаю, но я видела, что его вышивали. И просто смещали вот это пониже. Здесь одна строчка, написали здесь три строчки. И все. И выглядит супер. Вот я бы, как вот кто вот так сместил бы, я бы тоже так, наверное, сделала. А знаешь, какая-то она очень красивая? Я сейчас покажу, что мы имеем в виду, чтобы они не снижались картинку. Вот, вот этот вот сэмплер. Вот. Ничего не видно? Нет, он такой красивый. И там, вот я хочу на него укомплектовать нитки. Тут очень красивые синие цветочки. Аня, ты еще вышел? Обалденно. Смотри, здесь ракушки есть. Ты что, Диего? Нет, это что, Диего? Попуга. Мы ходили на твои недели попугавить, смотри. Да, когда женщина несет что-то там на голове. Вот. Нет, он красивый. Мне, как мои любимые цветы. Рамочка. На самом деле, если посмотреть, он не такой же большой, потому что ты убираешь половину. И вот здесь вот этот один элемент, этот элемент, этот элемент. То есть он по элементам, да? Ну, это прикольно. Вот. Ну, рамка может быть надоест, но я думаю, красиво будет. Он такой красивый. Я его так хочу. Классно. Нет, мне тоже нравится. Здесь очень красиво написано, что моим дорогим родителям. Вот я бы его вышла как раз-таки моим дорогим родителям. Но я, может, немножко адаптировала бы. Это все будет 10 симплеров, которые я бы адаптировала, наверное, под себя. Вот. Ну, типа, знаешь, там, мои, там память, бла-бла-бла, что-нибудь там от себя написать. Вот его я хочу, Заня. Классно. Ну что, хочешь у него нитки собрать, если он не хочет? Я посмотрю, сколько они будут стоить. Не сколько они будут стоить. В смысле, какой этот, но громадина. Нет, он огромный. Ай-яй-яй-яй-яй. Кого же делать, кого же делать? 523. На 300. Нет, ну 300 у Икеи, но 523. 40-й каунт. Даже если убрать, ну сколько ты там, 100 уберешь? Я не могу найти у него, сколько они, так, ключ посмотреть на 1, 2, 3. Посмотрите, ключ. Сейчас мы офигеем. Для того, какой там ключ? Ну, он потрясающе красивый. Он просто пипец. Как мне нравится. Я, так, смотрим. Ну да, много, но не так сильно. Ну дай попробую в корзинку добавить. Это по 2 корзинку? Да, здесь по 3. Я думаю, 3 нам не надо. 2. Слушай, ну смотри, на какой оно расчет. А, на самый мелкий. Ну я покупала, мне кажется, самый крупный. Покупала по 3, по 2. И у меня оставалось экстра эти. Е-мот, е-мот. 25. Сейчас, пятачка. Надо убрать этот сначала. Ну вот, и мы можем посмотреть, что все эти нитки, которые по 3, по 2, да, если смотреть, они будут сколько стоить? 185. 5 плюс 20 долларов налог и 3,50 доставка. И здесь он лежит уже по 2, по 3, да? Вот это смотрим. 1, да, по 2. Ну тогда по 100 долларов уходит он. Ну это по 5,30. Да, я поняла. У нас есть магазин. Да. Так. Ну в любом случае, там где по 2 указано, нам по целому мотку надо брать уже, да, изначально. Там где 3, тоже можно 2. Ну короче, что такое можно укомплектовать? Давайте он копирский. Классный. Ну там ткань огромная надо. Ну если убрать... А, ну ты не будешь убирать, да? Чего? Ну я надпись бы убрала бы. Ну просто. Я бы, может, убрала бы, но... Хочу... Именно вот там, моим дорогим родителям, мне прям очень понравилось. Такое солнышко яркое вообще. Просто без очков невозможно. У меня, кстати, есть обоечки, но... Ну у тебя кепка, да. Так, ну покажи, что ты зашел, пока мы сидим. Да нифига, я не вышел. Что он мне тут? Вот, деживенький цвет. У меня совсем чуть-чуть. Мы споем нитки смотреть? Да, мы с вами еще в нитках споем. А я вот это вышила. В принципе, продуктивно. Листа. Это еще болтает. Мух по времени? Два-тридц. Тебе надо домой? Нет? Нет, не надо домой. Без очков не надо. Вышивать. Время вышивать? Время вышивать. Да. Да, я, кстати, продала от JustNan. Ну, баночку вчера на ebay. Вот. И она у нас стоила 90. Я ее выставила дороже. Потом я сделала предложить оффер. Да. За 70, наверное, не то, сколько. И человек у меня купил, и у меня выйдет 40 с чем-то. Налог просто конский забирается. Ужасно. Банка 50 стоит, я получу 40. Просто ужасно. Я в шоке над ebay. Я тут продала какой-то... Не, не помню, что я продала. Дешевый набор, 20 долларов. Из этих 20 долларов у меня остается 11. Я такая, нормально вообще. Выгодно, невыгодно. Просто. Не, ну, с учетом, наверное, доставки, да? Ну, типа, за шиппинг я, наверное, заплатила. Но, опять же, там было мало. Потому что там легкий какой-то набор был. Что там было? Маленький наборчик какой-то. От Пермин. От Пермин был. Я покупала в закупке. В прошлом году на скидках, короче, набрала всякого. И выставила маленький наборчик. 15 на 18. Это Пермин. Красивый, с маками. Яркие красные маки. И вот я его продала. И получила 11 долларов. Я такая... Что-то как-то... Нет, то же самое. Я продавала жилитетные ланарты. И тоже, какие-то там, копейки за 20 долларов. И получила тоже чем-то. А, а я продавала икону АТ еще. За 20 копейок и получила тоже 10-11 долларов. За огромную новую неоткрытую икону. Прикинь. За 20 доллар я продавала. То мне купили просто за минуту. Поэтому, если вдруг... Я думаю, что меня-то на ebay уже многие знают. А вы пишите мне в личные сообщениях. Так гораздо проще сойтись по цене. Потому что те деньги, которые уходят на ebay, их проще сделать в скидку. Да, чем-то приятно. Потому что я это все равно больше не получаю. Денег, от того, что у меня цена высокая. Ну, по-моему, это пока самый нормальный маркетплейс. А, кстати, я на Mercari продавала как-то фен. У меня было несколько фенов. И я думаю, продам фен за 5 долларов. В коробке. Ну, просто я не хотела бы выбрасывать. Так просто. Чек-конечный купил. У меня его сразу в итоге... Я посмотрела, доставка была там 10. Я такая, ага. Я как бы купила лейбл за 10 доставку. В итоге я отправила. И мне пришло оповещение, что это был перевес. И они у меня забрали эти 5 долларов. То есть я получала с этого 2 с чем-то. Остальное у меня забрали. И вот эти 2 с чем-то они уже забрали. Они не могли у меня снять борщ. Потому что это, понятно, нелегально. Но я такая, ну, вот бесплатно просто выбросила фен. Да, сходила на почту, отправила. Да. Я заказала. Я, кстати, номер кари ни разу ничего не продавала. Я сейчас выставила. Обувь детская. А там в основном шмотки, да, продаете? Да, там в основном шмотки. Диана отходила пару раз. Одни, ну, такие более ножные. Другие практически новые. У них в прошлом году был бзик на Nike Jordan. А сейчас уже все. Мода сменилась, все сменилось. Короче, я их там выставила. Вот. Лайкают, не покупают. Но сама я там покупаю. Я вот эту вот сумку там купила. И я вчера, мне на ярмарку нужна была поясная сумочка. Ага. Чтобы, ну, знаешь, деньги. Я тогда по карманам вот так сувала. Это был вообще трындец, конечно. Я решила, что мне нужна на пояс сумочка. У меня есть бифткарта в Лилу Лемон, короче. Я такая поеду туда. А потом такая, что я поеду? Ну, это же сумка. Я ее могу купить, да, бушную, блин. И все, я ее постираю, все. Я захожу, продается сумка, которая мне нравится. И ее сейчас нет уже в коллекции. А какая тебе нравится? С большой такой эмблемой у Лилы Лула. Я тебе покажу. Я обожаю Лула. Это мой любимый магазин. Ты знаешь, у них в четверг скидки, вы made match у них есть. Мы много сделали. Каждый четверг с утра заходишь. И у них много идет на распродажку. То есть у меня почти все кофты, которые я показывала. Они тоже сейчас Лула Лемон. И там они где-то на 20 долларов дешевле. Можно за 40 долларов купить. Нельзя, она там затаривается постоянно. Вот. И, короче, это такая... Кепка, тоже, кстати, Лу Лемон. Мы спонсором, Лу Лемон, вы где, вы где, вы где. Это у нас бренд спортивной одежды. Да, еще Алла есть. Да, тоже моя любимая. Но Алла подороже, качество хуже. Да. Да, у меня есть кофты, лосины. Вот у Дианы лосины есть, но она еще в них не ходила. Она вечно, она такая шопоголик. Я тоже, я тоже. Вот София все время говорила, Диана должна была родиться у меня. Потому что они обе такие, Вау, какая штучка, такая штучка. И вот это вот. И я такая сдержанная. Мам, это не надо. Серьезно? А ты видела, у меня есть несколько одинаковых кофт от Лу Лемон. Разных цветов. У меня лосин такие, ну и все такое. Боже, у меня реально все такое. Просто много всего. У меня даже этикеты, которые сейчас обутают. Есть такие только в разных цветах. Светли, потемнее, всякие. Короче, и когда ты попробуешь Лу Лу Лен, ты больше вообще ничего не захочешь носить. Или сильно забыли? Нет, у меня есть. У меня юбка оттуда. Юбка шорта. Юбка от Алло. Юбка шорта. 90 долларов. Такая теннисная. Ну, признал, вот эта теннисная. Теннисная юбка такая, цвета вообще классного, бирюзового. Ну, сейчас она мне маловато. Вот. Висит. И у меня есть йога штаны, да? Которые, ну, клеш. Я просто люблю, чтобы широкие были. Вот такие. Мне нравится, но так, чтобы прям вообще... Тушевать как-то, да? А Диана, у нее три толстовки. У нее шорты двое. У нее леггинсы оттуда. Ну, то есть постоянно. Ну, короче. Купила я эту сумку. Цена была под полтинник. Там, ну, бушко, типа. Ну, там написано like new, конечно. Вот. И я такая, а предложу-ка я. Я предложила 25 вообще. То есть она мне сначала скидку немножко прислала. И когда тебе присылают скидку, ты можешь предложить свою цену. Более низкую. Потому что изначально, когда фиксированная цена, ты не можешь предложить ниже 20%. Там как-то так работает. Никогда еще не покупала. Ну, короче. Я ее предлагаю. И она такая, бомс, и согласилась. Я такая, норму. Правильно вообще. Ну, вот должна прийти мне сумка. Мне как раз надо. Для ярмарки. Я так вообще, блин, торгашка на рынке на каком-то. Я себя реально вот так расчищаю. Проходите на картоночку. Ты еще застала такие времена тоже. Да, конечно. Я как сейчас помню. Стоишь там в полоте, так, и 1 сентября меришь на картонке. Мама, ну посмотри. Как долго это длилось у меня. Муж застал. Ему 45 лет, да? То есть. Мне 32 будет. Да. Представляешь, какая разница. И ты тоже. Ну, я вижу, я еще из маленького городка. У нас я приезжаю как будто до сих пор 90-е, 2000-е. Серьезно. И я очень органично там себя чувствовала. Вообще, как все было, так и осталось. Реально. Там тоже рынок есть. Я даже ходила на рынок посмотреть, как и что. Не, ну здесь, видите, фармер-маркетс очень распространены. Реально люди ездят каждую неделю на разные эти рынки, чтобы как бы собрать бюджет какой-то. Потому что там неплохо продается, насколько я понимаю. Кстати, хотела сказать про Low Lemon. У меня были одни лосины, я их там тоже продала. Это единственный раз, что... Вот один раз я фен, один раз лосины, потому что я ничего не продавала, никогда не покупала. У меня их тоже в лед забрали. Я держась и продала очки Prado у меня были. Они были покоцаны. Я такая, а, за 15 вакс выставлю. У меня, конечно, их сразу купили. Они писали, есть еще, есть еще. Я такая, у меня больше нет. Они реально покоцаны были. И про Low Lemon. Что, она почему-то такая дорогая. У них есть lifetime guarantee. То есть они типа жизненная гарантия. У меня есть сумка, тоже еще одна. От Low Lemon. У меня у них сумка, знаешь, какая перебью. Нравится сумка. Ну вот этот tote bag, который... И он кожаный. Он вертик... А ты знаешь, здесь нахуй даже Low Lemon есть. Можем сходить посмотреть. Нету в Сан-Диего. Ну, у нас у Маши руководительница этой сумкой. И она говорит, я хотела здесь купить. Нифига нету. Она купила ее случайно в Майами. И, говорит, магазины отличаются даже по ассортиментам. И я ищу даже на этом Mercury купить бушку. Нету ее, блин, она такая офигенская. Все у них офигенная. Короче, сумочка. У меня ее постирала. И она... Ну, они такие тряпичные. И там молния. От молнии по голубой сумке пошла ржавчина небольшая. И я ему писала, говорю, здрасте. Вы можете мне как-то это... Ну, типа, что мне посоветовать, да? Чем мне ее отныть? Потому что пыталась никак. Ну, блитчем не могу. И отбелить им, в смысле. Может, мне как-то... Ну, может, вы как-то можете поменять. Я знаю, что они делают репейр. Полностью переделают. И они мне сказали, давай мы вам ее заберем. Отписали на экспертизу. Присылали мне лейбл. Сами. Саплата. Я заполнила всю бумажку. Отослала им. И они неделю распатривали. И мне написали, что... А, нужно было фотки приложить. Что все супер. Больше денег в их магазин store credit card. Ну, это же пошла в этой женщине. Что я там все накупила. Еще добавила экстраконсист. Сотен докинула. И да, это у них бесплатная гарантия по жизни. У меня есть подружка, которая 5 лет кулаку носила. И она у нее что-то там с ней случилось. И она ей тоже... Выписала мне ее. Она написала, они ей вернут деньги. Офигеть. У меня еще не смотрят. А что, у человека не надо? Ничего не надо. А аккаунт, они по аккаунту смотрят? А у них же ничего не смотрят. Даже в б.у. Если я нашли, в общем, у них очень хорошая... Но они по этому дорого и стоят. У меня лосины есть. Они дорого стоят. Да, у них толстовки. Там 150-130. Диана какую-то такую спортивную брала. Ну, прям вообще она такая в обтяжку. Что это, 130. Потом пошла короткую. Взяла такую. На капюшоне. Да, я поняла. Широкий капюшон такой. Вот. Скубка, по-моему, называется. Да. Вот. Тоже пошла. Это она на день рождения. Тоже 140, по-моему. Да. То же самое. С учетом того, что у нас пойдешь какой-нибудь маршалс, ты можешь купить, наверное, за 7-8 баксов. Ну, блин, ну, Луу Лемон это любовь. Ну, это видишь, это надо... Это либо любить, либо не на них. И что я хотела сказать-то? А, ну, это мне сегодня лосина, они немножко в карточках сейчас. И я думаю, ну, я, наверное, не буду наглядеться, не буду написать. Оставлю. Что есть еще. Много. И это, что я хотела сказать. А, я была когда в Канаде в том году. У них же вообще Луу Лемон это канадский бренд. И у них есть в самой Канаде, я была в Ванкувере, в магазине. Прям обалденный магазин. Там столько всего. И там много продукции, той, которой нет в Америке. И там прям есть такие написания. Луу Лемон Кэмэда. Прикольно так. А еще там, это же у них есть главный офис. И там много программистов работает. Боже, какой он крутой. У них там же есть зеркало, в котором ты типа тренируешься. И вот его тоже можно... У них в магазине в Пэшан-Валле тоже такое висит. И вот я бы хотела там, конечно, работать там. Ну, там нету по нашей профессии ничего, только программисты. Ну, блин, как там круто. А еще читала, у них очень классные условия, если ты в магазине работаешь. Типа, они критуют тебя. Классно. Да. Короче, это какая-то адвертайзинг, реклама. Ну, это просто вот между... Ну, Диана туда собралась. Она сначала типа, я пойду в Старбакс работать, вот как только можно, там, я не знаю, с 15, наверное. С 14 можно в каких-то двух местах, и с 15, типа, можно уже в Старбакс работать. Вот. А следующий это Белу Лемон, она туда собралась. Ну, это пока вот теперь. А Индика, ты можешь только устроиться? Я знаю, что там очень дружный коллектив, и у них очень хорошее палиси, да, вот еще всего. Безпонентно. Ну, плюс еще скидки. Это как в Костка, да? Хрен устроишься вообще. Просто нелега. А я не знаю. Просто нереально в Костку. Во-первых, у них этот, мое любимое слово, я его все время занимаюсь. Чоколад? Шоколад? Нет, нет, нет. Сообщества, в которых работают. Кооператив, да? Нет, кооператив, наверное. Не знаю, что ты мне еще ведешь. Ты имеешь в виду как в Мессисе, типа, у тебя там этот есть, как отдельная, которая с тобой следит? Нет, это, в общем, как вот на государственных службах, у почтальонов вот такое есть тоже. В общем, они, когда там работают, они забирают небольшой процент себе, типа, в этот кооператив, а когда ты выходишь на пенсию по болезни, там, страховки, они тебе охренеть сколько бабок выплачивают. То есть даже когда ты выходишь на пенсию, у тебя дополнительно, вот от того, что ты, как бы, работал в Костке, да. Серьезно, и в Костке есть такое? В Костке это типа как... Устроишься. Не знаю, что, как, с чем. Тизел, я летела. Просто нереально устроиться. Серьезно? Просто нереально. Я туда зимой подавала заявку, когда я подавала в Норстром, куда я подавала? В Ти-Джи-Макс, и в Костке я подавала. И вот Норстром. Кстати, Ти-Джи-Макс ни хрена не ответил. А Норстром, да, они приняли. Ну, там новогодние краски. Смотрим, с собой целый час болтаем, может, будем закругляться. То есть видео будет очень длинное. Ну, в смысле, мы с тобой продолжим, а людям про наши шмотки, наверное, не очень интересуются. Да, 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 вообще. Перешли с одного на другого. Ну, мы в магазин еще поедем, я доставлю кусочек. А пока вы пишите, пожалуйста, нам вопросы, чтобы мы так не съезжали на всякие шмотки. Вот, и мы тогда устроим такую рубрику и будем каждую неделю собираться и болтать. Это обалдело! Вообще, как круто! Надеюсь, нас тоже видно слышно. Да, нам вопросики. Ань, давай лайфстрим с тобой замутим, я только сейчас подумала. Ну, так же можем сидеть, болтать. Это же классно. Да, нам тоже только этот пауэрбанк, наверное, нужен. Да. Вдруг там что-нибудь дочадит. И солнышко как-нибудь немножко спрятает. Да. Вот, все, мы с вами прощаемся. Дальше я вставлю кусочек из магазина уже, наверное, с наложенным звуком каким-нибудь. Все, спасибо, что были с нами. Пока-пока. 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 Продолжаем. Идем в ниточки. А тетя так, она меня уже прям шарахнет. Я сколько раз снимала уже. Ого! А никому и нет. Кому-то посылочки пришли. Да, вон там. Здесь был ремонт и не было доступа к ниточкам. Они были все перекрыты. Только вот эти. Блин, какая красивая с тобой, гамма. Пойдем. Фондю любит. Продолжение следует...